Перед тем, как мы начнем, важное объявление. У нас разрастается потихонечку продакшн, и нам снова нужен еще один монтажер. Не потому, чтобы всех старых выгнали, нет, нужны еще одни рабочие руки. Как обычно, в описании вы найдете там форму, которую нужно заполнить, чтобы попасть, собственно, в отбор, и мы будем принимать заявки до 21 числа, до 21 ноября. А ответим мы всем тем, кто нам подходит, до 28 ноября. Если к 28 числу вам ответ не придет, то, к сожалению, вы не подошли. Важно, что вы должны находиться в Москве. Нам не подходят ребята, которые сидят в Южной Америке с очень медленным интернетом и такие, мы вам там что-нибудь сейчас на монтажер. Нет, нам нужен вот физически живой человек. Работать можно будет как дома, так и в офисе. Это мы уже обсудим отдельно, но просто подберем тот вариант, который будет вам более удобный. И важно еще, что нам не нужен суперквалифицированный специалист, который умеет собирать фильмы, потому что эти позиции у нас закрыты. Нам нужен базовый человек, который хорошо понимает, что такое монтаж, может быстро делать нарезки и всякое такое. Фактически это вакансия на вырост. Вы сможете у нас тут работать, учиться у всех нас и все такое. Но вы должны базово очень хорошо владеть программами по монтажу. Все подробности там будут в описании в форме, поэтому проходите и добро пожаловать в команду. Мы вас очень сильно ждем. Приветики! В тот момент, когда вы смотрите этот выпуск, я вот только сел с самолета. Вот такие будут сегодня формулировки, потому что я нормально не выспался, я нормально не ел, я только что из самолета, но график есть график, нужно писать, поэтому за склонение извиняй. Вот, если что. Когда вы это смотрите, это воскресенье. У нас плюс-минус там закончились уже основные работы по съемкам документалок. У нас дальше все идет монтаж. Да-да, вот это все. На следующей неделе у нас будет сниматься какое-то количество обзоров, поэтому напоминаю, что всегда в описании есть форма, куда вы можете предложить нам автомобиль. У нас там их в целом есть какое-то количество, но мало ли вдруг у вас есть что-то интересное. Солярис не интересует традиционно, потому что Солярис снимать не хочется как-то, вот. Но если что-то интересное есть, пишите, мы это вас потом найдем. Я слетал на Кипр, первый раз там был. Официально могу заявить, что, во-первых, это остров котиков, потому что там котов просто ебать как много. Их там больше, чем людей, мне кажется. Это в любой, в любой стране, типа, вожжешь головой, и котов просто огромное количество. И, типа, если где-нибудь в Азии, например, когда какие-нибудь открытые кафешки, либо еще что-то, там всегда стоит отдельный, типа, официант на шухере, который гоняет обезьян. В смысле, не туристов, а обезьян настоящих, типа. То тут, короче, всегда в кафешке стоит чувак, у которого поливалка для цветов, который так пшик-пшик делает, но который настроен на струю. Типа, как только коты подходят, они стреляют в котов струей, чтобы они не ходили, блядь, по кафе. Не, слушай, когда ему в нос прилетает струя, он в целом понимает, что, типа, наверное, лучше туда не соваться. Там котов прям, их прям очень много, типа, прям вот, там они, я так понимаю, местные городские крысы, типа, что их никто никак не контролирует. Как бы это очень милые городские крысы. Вообще любая, типа, любые животные в городе, которые неконтролируемо, типа, там живут и размножаются, это всегда проблема, потому что они переносят инфекции. Если это собаки, они нападают на людей. Если это крысы, они там около помоек, типа, шарятся, вообще как-то очень сильно разрастаются, и тоже могут нападать на людей. Коты вроде бы не нападают, они, типа, милые. Ну, я не видел, чтобы стая котов, типа, бежала за человеком, чтобы его загрызть нахуй, типа, такого не... Ты просто не был на Кипре в марте. В марте бы тебя коты выебали, но не съели. Давай, так. А больше ты на Кипре особо и делать, так как бы, и нечего. Особенно в ноябре, потому что мы были... Там такие названия городов, что я... Я не вспомню. Мы были в Лимассоле, вот что помню. Съездили в Пафос, это тоже город такой, блядь, у них. А вот какой-то, который там самый тусовочный, я, во-первых, забыл, как он называется. Во-вторых, мы там не были, потому что там уже никого нет, уже не сезон, все, неинтересно. Айянапа, да, вот, да, Айянапа. Как бы посидели в Лимассоле, просто, ну, как бы... Город. Вот такие впечатления от Кипра. Делать там нехуй. Но в моем случае в данный момент это было прям идеально, потому что мне как раз-таки нехуй делать и хотелось. Успешно два дня нихуя не делал, вот. Великолепие. Также спешу вам напомнить, что Автопрагмат работает в полный рост. Вот, мы уже вот неделю как работаем, все, у нас все эти вот эти праздники, ковида, локдаун и вот эта вот вся непонятная история закончилась, все. У нас все работает в полный рост. Консультации, подбор автомобиля, выездная диагностика, вот это все. Также не забывайте подписываться на инсту, потому что мы там тоже наводим шухер и суету. У нас там, во-первых, активно сейчас поднялось. Во-вторых, мы там постоянно вас спрашиваем, что бы вам хотелось видеть в виде контента и там всякие советы прикольные раздаем. Короче, заходите. Да и, собственно, больше-то, блин, сказать особо нечего, потому что мы в работе. И мы, конечно, можем снова начать нашу стандартную историю, что вот у нас там такие сложности, такие сложности, мы ничего не успеваем, вот это все, но мы держимся, а вы терпите, вот эти все штуки. Но уж даже меня заебало это дело разгонять. Поэтому давайте к новостям. Порше создаст цифровой двойник автомобиля, чтобы предсказать поломки. У-у-у, и там все такие, типа, обсуждают, что вот, Порше, там, 3D-моделирование, вот эта вся фигня. И на самом деле непонятно, при чем здесь цифровой двойник. Потому что фактически речь идет о том, что Порше сейчас будет забирать через облако информацию с автомобиля вживую. Потому что, типа, современные автомобили уже настолько хорошо сами себя понимают. У каждого современного автомобиля немецкого, наверное, уже, типа, 10 лет как, есть системы внутренней самодиагностики. Он сам себя постоянно диагностирует, он сам себя постоянно понимает. Если что, вдруг не так, он выкидывает лампочки и, типа, алло, алло, срочно на сервис, вот это все. И сейчас современными платформами, современными всеми модулями управления и прочим, все автомобили уже умеют общаться с брендом, с серверами, которые находятся у самого бренда. И они могут собирать информацию, в целом, всего того, что происходит. И что подумал Порше? Мало того, что можно собирать информацию по паттернам того, как используется автомобиль. По типу, там, сколько километров в среднем приезжает владелец, какая скорость движения, какие торможения, какие ускорения. Вот это вся фигня, которое они и так собирают. Они еще подумали, что можно придумать и посчитать нормальную модель. Потому как себя ведет подвеска, как себя ведет рулевое управление и прочие всякие штуки. Какие нагрузки, в каких показателях, в каких скоростях должны быть. И если вдруг мы будем замечать, что в каком-то автомобиле показатели начинают уезжать потихонечку, это значит, что какой-то элемент подвески, либо там колеса, там, как-то неправильно себя ведут. И это повод человеку намекнуть, чтобы он съездил к дилеру. Грубо говоря, не ждать, когда у вас отвалится рычаг или вывалится какой-нибудь сайлентблок. А чисто потому, что у вас какая-нибудь подвеска начинает уезжать и неправильно отрабатывать неровность дороги, Порше будет понимать, что там что-то происходит, ну-ка сгоняй-ка, проверь, посмотри, что там у тебя конкретно происходит. Будут таким образом работать над тем, чтобы предотвращать поломки. Потому что фактически у нас сейчас обслуживание автомобиля происходит просто в штатном режиме, типа там меняешь масло, меняешь там какие-нибудь жижи, а потом, если что-то уж отвалилось в конец, тогда приезжаешь и меняешь. И Порше хочет просто чуть заранее водителя предупреждать о том, что там что-то происходит, съездил на сервис, вот это все. И очевидно, что эта история не только про Порше, а все автопроизводители будут майнить всю возможную дату обо всех автомобилях, обо всех перемещениях, обо всем, что можно вообще вытащить из автомобиля, собирать огромную дату и потом из него делать какие-то выводы. Не только по тому, как там автомобиль себя ведет с точки зрения техники, по большей части с того, как он используется, о чем думают люди, как они типа используют автомобиль и на чем в том числе можно будет потом играть в маркетинге. Потому что если по поведению автомобиля будет понятно, что в основном какой-то бренд используют спокойные люди, то можно как бы одним образом выстраивать рекламную стратегию. Если более активно ездят на автомобиле, значит можно по-другому выстраивать рекламную стратегию. Потому что на данный момент, в том числе в маркетинге существует большая проблема в том, что люди очень часто пиздят. Вот вся же сейчас люди в основном принимают решения на основе каких-нибудь опросов или каких-нибудь там типа заполните анкетку, как ваше мнение по этому поводу, по этому поводу. Вот вы пользуетесь нашей услугой, вот пожалуйста, опишите, что вы думаете. И на самом деле в этих опросах люди очень сильно пиздят. И все очень сильно отличается от реального положения дел. По этому поводу даже книга есть здоровая, типа, все лгут. Если что, не читали, почитайте, очень прикольная штука. Там книжка о том, что в поисковиках, в интернете как бы люди и гуглят, и думают, и спрашивают, и делятся мнением, как правило, крадинально противоположным, нежели они обычно диктуют в социум, что типа в социуме мы все такие добрые, воздушные, нежные, переживающие. А в поисковике, когда человек остается сам с собой наедине, пишет такую жуткую хуйню, что аж диву даешься. И в том числе, я думаю, что типа автопроизводители, когда начнут забирать все данные со всех своих автомобилей, тоже много чего нового узнают о своей аудитории. Вы когда-нибудь задумывались, как работают рекомендации на YouTube? И почему сегодня на главной странице вам предложили именно этот ролик, а после него предложили что-то из схожей тематики, либо связанное с другими вашими интересами? Очевидно, что у YouTube нет отдельной фабрики, сотрудники которой занимаются изучением биографии каждого пользователя и собственноручно выбирают видос, под который вы будете завтракать. Вместо них это делают нейросети, и спектр их применения не ограничивается подборкой рекомендаций на YouTube или в музыкальных стримингах. Сегодня нейросети учатся водить автомобили и управляют сетью спутников, а их созданием и развитием занимаются специалисты по Data Science. И такие специалисты в большом количестве нужны в любые компании. И за такие навыки работодатели сейчас очень хорошо платят. Зарплата там часто выше, чем у обычных программистов. В России Data Scientist среднего уровня получает 250-300 тысяч рублей, и вы можете стать одним из них, потому что освоить новую перспективную профессию можно на курсе Data Science в онлайн-школе SkillFactory. Для этого не обязательно иметь высшее техническое образование, и неважно сколько вам лет и какой у вас опыт, обучение происходит полностью с нуля. Среди преподавателей курса — практикующие специалисты из Яндекса, НVIDIA и других крупных компаний. Также на связи со студентами всегда находятся менторы, которые помогут с освоением материала, а ваши навыки будут закрепляться на стажировках и хакатонах. Учиться при этом можно в удобном для вас темпе и графике, быстрее или медленнее группы, как вам удобно. Еще в процессе обучения вас подготовят к собеседованиям, помогут составить резюме, а лучших учеников лично рекомендуют по базе работодателей. Студенты еще в процессе устраиваются работать по новому профилю, это в целом нормальная практика. Курс Data Science закончило большое количество студентов, и судя по отзывам на независимых сайтах, они довольны своим выбором. Записаться на курс Data Science можно по ссылке в описании. В SkillFactory сейчас началась черная пятница, и поэтому на курс действует скидка 50% по промокоду АСАФИВ. А также при покупке курса вас ждут дополнительные подарки. Поэтому проходите и учитесь новой профессии. Выпущен первый товарный Астон Мартин Валькири. Какое-то количество выпусков назад мы с вами обсуждали, что Мерседес там у себя задерживает огромный гиперкар, который будет на формульных технологиях, ра-та-та, и вот они там 5 лет не могли сделать. Астон Мартин занимался примерно тем же самым. В 16-м году они такие, типа, пацаны, у нас есть формульный опыт, у нас тут есть всякое такое, мы сами собираемся в формулу, в 16-м году Астон Мартин в формуле еще не было, и СМИ не изменяет память. И сейчас, на самом деле, та команда, которая выступает под флагом Астон Мартин, это, типа, бывшая Force India, там очень мутная схема, типа, и, как бы, на самом деле, к настоящему Астон Мартину там, типа, отношения никого не имеет. И вот тогда они вышли с тем, что мы сейчас сделаем гиперкар, суперкар на формульных технологиях, будет просто ра-та-та и все такое. И если Мерседес в очередной раз перенес запуск своего автомобиля, то Астон Мартин выкатил. Говорит, вот оно, пожалуйста. Всего у них была партия, типа, 150 дорожных автомобилей, которые на дороге общего пользования будут допущены, 40 трековых, которые только по треку могут ездить, и 85 кабриолетов. Вот выпустили первый дорожный, вот он, поехал на дороге. Но, кикос в том, что тут, как бы, мотор, вот, 12-6,5 Косворд, что чуть-чуть, блядь, не формула. Формула 1.6, если еще так, на всякий случай, блядь, типа, там, V6 сейчас гибридный. 1.6, да. Формуля. Гибридный V6, 1.6, да. Пидороскинный какой-то запах. Уже 4 года как воняет вовсю. Они еще гибридные, у них там теперь батарейки, типа, у них теперь есть штука, что у них там, ну, гибрид, как бы, он подзаряжается всю дорогую, ты в какой-то момент можешь его использовать, чтобы побыстрее доехать. А, это как, типа, закись азота такая. Ну, типа того, да, да, да. В то время, в 16-м году, Астон Мартин, типа, работал с Red Bull, у Red Bull есть своя гоночная команда, и вот они с 17-го года, Астон Мартин стал титульным спонсором Red Bull, но сейчас они уже разошлись. Типа, сейчас Red Bull самостоятельно, плюс он что-то там с Хондой партнерится и все такое. У меня вот старая футболка Red Bull, она еще со значком Астон Мартин, а на новых футболках Red Bull у Астон Мартина уже нет. В 16-м году они совместно начали работать над этой машиной, но прикол в том, что вот пока, типа, ребята шли до 21-го года, они разошлись. Red Bull сейчас работает отдельно вместе с Хондой, Астон Мартин, у него вообще своя гоночная команда, которая построена на базе Форс Индия. Была такая команда там, там отдельная вообще история. И чисто по идее, Red Bull мог послать Астон Мартин в жопу с тем, чтобы, типа, о, все, мы расходимся, мы в проектировке участвовать не будем, но ребята до конца довели проект, что классно. И все-таки машина дорожная появилась, правда, всего одна, это надо понимать. И никакой формулой там даже и не пахнет, потому что 6,5 литров это как 5 болидов. Там от формулы только маркетинг. И очень красивые фоточки, где стоит это вот, типа, вот этот вот гиперкар, типа, и рядом с ним болид формула 1. Понятное дело, что до дорог общего пользования ничего, что хоть как-то напоминает формулу, просто тупо не может выехать. Собственно, с чем ебется Мерседес и с чем ебся и Астон Мартин, но я думаю, они выпустили уже просто потому, что давайте выпустим уже хоть что-нибудь, просто чтобы закрыть обязательства. Потому что Астон Мартину с деньгами все фиговенько, уже последние лет так 15. Тесла запустила продажи зарядки для любых электрокаров и открыла им доступ к станциям Supercharger. Но тут есть нюанс. Ребята вышли и такие, вот мы настолько великолепная компания, что в какой-то момент мы открыли полностью исходный код Теслы, и вы могли пользоваться им там и все такое. А сейчас мы вышли с тем, что мы, как великолепная и замечательная компания, этим плебеям, всем остальным, даем так и быть. Ладно, от сердца отрываем наши старые зарядки. И теперь вы можете их купить у себя, повесить дома. И ваш говеный электрокар, который не Тесла, заряжать, ну так уж и быть, ну хуй с вами поделать. Вот, типа вот, пожалуйста, 165 долларов в кассу занесите. Вот вам наша старая вилка. Потому что к современным Теслам оно не подходит. Оно старого образца, типа старой лицензии. И плюс также еще мы вам так и быть разрекламировали по всему миру, что у нас есть зарядки суперчарджер, которые вот эти вот красивые, Тесла и все такое. Туда приезжаешь, за 2 секунды заряжаешь полностью свой электромобиль и съебываешься куда подальше. Вот эта вся история. Раньше на зарядках Теслы могли заправляться, собственно, только Теслы. И сейчас ребята такие, ну давайте, ваша тоже, типа пусть там постоит, но купите приложеньку, оплатите подписочку. Еще нам там немножечко деньжат за электрическое заплатите. И тогда, ну так и быть, позаряжайтесь чуть медленнее. Потому что электрокары, ну других автопроизводителей не могут просто чисто физически всасывать в себя электричество так быстро, насколько делает Тесла. Поэтому фактически это просто обычная зарядка, но Тесла так и копеечку с этого дела зарабатывает. Подавая все это дело под соусом, что вот мы за технологией, вот мы развиваться и так далее, вот всем нужно дать и доставить удобство за дома. Но фактически это тупо бизнес. Так, собственно, всегда и было. GM складирует пикапы без микрочипов. На бывшем заводе микрочипов. Новости из GM, собственно. Они вот такие всегда были, есть и будут, потому что, блядь, GM это параллельная вселенная. В чем прикол? Короче, когда-то давным-давно, еще когда, типа, микрочипы делались в Америке, у GM был завод. Они там делали свои вот такие, видимо, микрочипы. Ну, судя с GM, блядь, у них все вот такое вот, как минимум. Так как все-таки вот такое вот под микрочип не подходит, все-таки это, ну, вот, вот, чуть поменьше должно быть. Завод устарел, нужно было переоборудовать линию всю, плюс, типа, злоебучие экологи, которые постоянно орали, что это очень токсичное, вредное производство, типа, и для того, чтобы протащить новое производство микрочипов в Штатах, нужно было там какие-то очень большие деньги потратить, чтобы его плюс-минус сделать таким, каким его видят зеленые. Поэтому GM такой, да в пизду, типа, утащим в Азию, там вот, типа, либо поставим завод, либо будем закупать, потом разберемся, с этим заводом пусть теперь паутина зарастает, как-нибудь что-нибудь с ним потом придумаем. И сейчас весь конвейер у GM нормально работает, кроме того, что нет микрочипов ни хрена, из Азии ничего не привозится, мы с вами знаем, кризис полупроводников, вот это все. Что они сейчас делают? Они выпускают все равно продукцию полностью, просто без вот этого техпроцесса, типа, микрочипов. Складируют их по всем своим возможным нычкам, и в том числе на старом заводе, который производил микрочипы, потому что он пустой, как бы, ну а хули нет-то, когда да, туда можно привезти, поставить машину. И потом, когда приезжает партия микрочипов, они, ребят, по очереди, кто был собран там самыми первыми, выдергивают с этих парковок, увозят обратно на завод, засовывают микрочип и отправляют машину, наконец-то, клиенту. Естественно, такое, типа, нарушение техпроцесса и такой вообще геморрой жуткий пускает по пизде всю прибыль компании, вот они отчитали сейчас, что в третьем квартале у них чистая прибыль снизилась на 40%, что для, как бы, корпорации размера GM очень много дохуя, вот. Такие вам формулировки. При этом, как и абсолютно у всех остальных автопроизводителей, ситуация абсолютно патовая, потому что пойти сейчас и сделать свое производство очень дорого, денег нет ни у кого вообще, плюс это несколько лет строительства завода, постановки производства, типа, разработки техпроцесса, вот это все. И, опять же, по всем современным нормам, ни в Европе, блядь, ни в Штатах это поставить невозможно, нужно либо вставить в Азии, либо в Южной Америке, где, как бы, азиаты, вот эти вот всякие бразильцы, или в Африке, где там ж не люди, блядь, там, пофиг. Типа, тут можно токсично выпускать всякие полезные штуки для белого, светлого и зеленого мира. Будем работать по белому. Но как негры. Порше разорвало пополам на Скандинавии после столкновения со Столбом. Какое-то количество людей мне прислали эту новость с тем, что, типа, ебать, ты посмотри, что Порше делает, какое говно. Разлетается напополам просто как, как нехуй делать. Вторая категория, кто мне прислал эту новость, типа, с тем, что, ну, вот, глячу есть. Типа, вот, тебе ж надо знать. Так вот, все, что нужно понимать про эту историю. Во-первых, чтобы порвало Порше пополам, что 911, что 718, Кайман в смысле имеется в виду, или Бокстер, нужно как-то очень нехило уебаться. Спойлер вам. Потому что если посмотреть нагрузку, которую выдерживает кузов Порше на кручение, у Порше одни из самых прочных кузовов в целом в мире. Не среди спорткаров, а в целом в мире. Они вот самые прочные. Хуй сломаешь, короче. Плюс мы понимаем, что 6 или 5 ноября была авария, грубо говоря. Это Скандинавия, это Северо-Запад. 6 ноября у нас тут, очевидно, летняя резина, ну, прям, видно. Градусов, я думаю, что где-то было 3-4, а летняя резина перестает работать с 6 градусов тепла, если что. И для того, чтобы вот порвало Порше пополам, особенно 992, который очень прочный, и он прочнее 991, нужно влететь в столб на какой-то очень хорошей скорости. Для сравнения, вот Вилсаком же раскладывал свой 991. У него же 991, по-моему. Не в смысле 911, а кузов 991. Короче, Вилса же разложился типа на 130 или что-то там на 110. Так вот, да, у него было аквапланирование, но он, тем не менее, приехал в отбойники, у него просто, по сути, там разъехалась морда и чуть пострадала жопа. Так, чтобы машину порвало пополам, даже с учетом того, что там приезжаешь в столб. Скорее всего, тоже нужно поймать аквапланирование. И когда ты на заднемоторном автомобиле, на летней резине, блять, в плюс 5 и в плюс 4, летишь в столб на скорости, скорее всего, я думаю, ну давайте будем честными, 150 плюс, скорее всего. Хули там удивляться. Удивляться нужно тому, что водитель все-таки выжил. Let's go, Брэндон! Что значит новый эфемизм для оскорбления Байдена? В США случился великолепнейший абсолютно мем на гонках на Скар. Закончился какой-то очередной этап на Скар. Там победил новый перспективный гонщик, которого зовут Брэндон Браун. И в чем прикол? Он стоит после завершения гонки. Весь потный, мокрый в костюме такой, ебать, я выиграл. И стоит, дает стандартное интервью. И у него как бы там спрашивают, ну как вы там ехали, что там, как вы там, какие планы, там, бля-бля-бля. Это все стандартная фигня. И сзади орут трибуны, естественно. Как и всегда полагается, всем нормальным трибунам. В какой-то момент камера отъезжает на трибуны, показывает их крупным планом. И становится понятно, что трибуны орут факт Джо Байден. Ну, прям вот типа, факт Джо Байден, факт Джо, и прям так далее. Непонятно, комментатор это услышал и понял, или реально перепутал. И комментатор в этот момент такой, о, они поддерживают своего чемпиона, и орут, let's go Брэндон. И вот теперь в Штатах вот эта история, что мы говорим let's go Брэндон, а подразумеваем факт Джо Байден, она просто на каждом углу. И прикол в том, что типа, ну, понятное дело, что все гонщики, и все люди, кто постоянно смотрит за нас каром, и все там типа чуваки, которые так или иначе увлекаются автоспортом, Джо Байдена тоже очень сильно не любят. Пофиг, что они там все республиканцы, демократы, вот эта вся история. Байден человек, который продвигает всю повестку типа электромобилей и прочего. И далеко не всем людям она нравится в Штатах. И в том числе все люди, кто против официальной повестки США, сейчас хуесосят во всей щели Байдена, но при этом теперь это делают очень изящно и говорят let's go Брэндон. Надо себе на машину напечатать. Подразделение BMW M выпустит собственный автомобиль. У новой модели не будет аналогов в модельном ряду баварской марки. Просто слухи. Нихуя интересного. Ребята посмотрели на AMG и такие типа ну вот там ребята же в AMG делают полностью свои автомобили, которые им не диктует Mercedes, а вот им полностью отдали разработку, им отдали бюджет. Вот это все. У AMG много денег, потому что как бы им там отдали гелики и все мощные машины в отдельное подразделение. У них своя отдельная финансовая модель. Они на этом больше всего зарабатывают типа. И по это дело, что у них есть деньги на разработку. И BMW такой типа мы тоже так хотим. В смысле подразделение M. И фактически сейчас экс-глава подразделения BMW M такой просто вышел. Ну да, вот мы делаем примерно то же самое. Что это будет? Бензин, электричество не скажем. Я скорее всего сам хуй знает вообще. Типа там что-то там готовят пацаны. Месяц не до этого я Rolls-Royce управляю. Вот что сказал бывший глава M подразделения. Притом BMW уже когда-то давным-давно в лохматых 70-х типа делала свою собственную уникальную модель. BMW M в смысле подразделения. И тогда они выпустили M1 среднемоторная, V12. У тебя жопы сзади далеко-далеко длинная, железная, как BMW-клуб любит. Вот это все. И все сейчас ходят, орут, что M1 это легенда, великолепие какое. Но в продажах она отсосала очень хорошо и никому было не нужно. Да, их там произвели какое-то штучное количество. И как бы она не планировалась к массовому производству. Просто потому что в тот момент они такие типа, бля, давайте сделаем что-нибудь. Тогда подразделения M как такого не существовало. И они такие типа, надо что-то сделать, как бы тут вот суперкары есть. Катаются иногда красивые. Наверное, если будет собираться в Италии или в Испании или где-то, блядь, вот там похуй. Где-нибудь там, кем-нибудь там соберется. И значит это уже точно будет суперкаром. Но мы же немцы, мы должны проверить. Поэтому ребята собирали вот в Италии машины, привозили их в Германию. Там либо дособирали, либо пересобирали, либо просто проверяли по качеству, что получилось. Потому что они все были разные по итогу. И такие, ну, наверное, вот. Вы же примерный клиент, держите. Вот вам, пожалуйста, сделали. Будет у вас у одного только обслуживать, хуй знает как, честно. Типа, ну, блядь. Наслаждайтесь. Вот примерно такой опыт у M подразделения уже существовал. Зато... Зато... Они типа сделали из этого монокубок, из этих моделей. Да. В которых участвовали там Никки Лауда. Ну, то есть гонщики формулы тренировались. Они договорились с формулой, что будет такая тренировочная гонка. Ну, так да. Все верно. Вот. Провели два сезона. И из этого создали свою формульную команду. Да. И потом они на всем этом хайпе, самое важное, что они сделали, они выпустили сначала 535M пятерку, а потом первую M5. И вот на M5 они наконец-то отбили весь этот балаган. Потому что без M5, ну, типа, они бы, возможно, бы там еще просуществовали какое-то количество времени, но потом бы очень быстро бы загнулись. 125 миль в час на трех колесах. Не проблема. Для этих старых Citroen. В чем прикол? Вы, наверное, все замечали и видели в интернетах такие какие-то совершенно безбашенные вещи, которые творят арабы на автомобилях, когда они на внедорожниках на двух колесах там едут, и у себя в пустыне вообще угорают как угодно. Так вот, видимо, ребятам кто-то то ли привез, показал, то ли рассказал о том, что существует нечто Citroen. Они такие, о, блядь. Если это нечто может куда-то ехать, это нам интересно. Что она умеет? А, оказывается, есть гидравлическая подвесочка. И если вы вдруг не в курсе, еще в 50-х каких-то лохматых годах Citroen придумал гидроподвеску, свою уникальную. У нее совершенно свой особый ход. Она совершенно по-своему отрабатывала, типа, все ямы. И самое важное, что если вдруг у вас что-то с автомобилем происходило, то в какое-то там колесо, либо там, не знаю, может, подвеска сломалась, либо еще что-то машина могла сама себя выравнивать. И вот сейчас арабы такие, типа, о, оторвем колесо, оставим три колеса, но нож будет себя, типа, удерживать. Будет удерживать. Да и бей, поехали кататься. Вот все, что делают арабы с Citroen. Два вопроса. Первое. Каким образом там оказался Citroen вообще в целом у арабов? Во-вторых. Каким образом он вообще от этого всего выживает? Почему арабы выживают? Бля, хуй с ними. Типа, они, как бы, после того, что они делают обычно на Тойотах Короллах, блядь, на Камре на обычных, типа, ты такой, а, все понятно, типа, это не люди, это что-то особенное. Ждем, когда кто-нибудь из арабов где-нибудь, когда-нибудь в интернете наткнется на Костин ультратанк. В сети опубликовали фото седана Ford Mondeo нового поколения. И в целом можно как бы пройти мимо, потому что этого Mondeo не будет нигде, кроме китайского рынка. Вспоминаем, что Ford очень херово, как компании в целом. У них все очень плохо с финансами, у них очень плохо все с рынками, со странами. Они это всюду свалили и сидят у себя там в Штатах и все без соли доедают. И сейчас бренд, в принципе, переориентируется на кроссоверы. И что в Штатах продаются одни кроссоверы, что еще где-то там в Южной Америке. Они, собственно, всегда продавались только кроссоверы. Там седанов и фокусов и всяких мелких машин было очень мало. Там был только Ford K, по-моему. И еще какая-нибудь мелкая херня, скорее всего. Из Индии ребята ушли, но в Китае седаны очень популярны как тип кузова в целом. Потому что там важно, чтобы ты ехал такой как чинный важный человек. У тебя много места спереди и так далее. Но у Ford нет денег, не забываем. Поэтому они этот автомобиль делают в кооперации с Чинганом. Но так как это Китай и у ребят вообще свой параллельный мир, ты не можешь просто прийти в Китай и начать там делать штуки. Просто нельзя. Поэтому Ford будет делать новую Mondeo в Китае вместе с Чинганом. И будет типа и Ford Mondeo, который Ford, Ford, вот прям Ford. И будет Чинган какой-нибудь хуй помековой, который тоже будет в целом Ford. В целом можно даже попытаться немножечко повинять по поводу, что в какой-то момент, что вот Ford Mondeo у нас был замечательным автомобилем. Четвертое поколение, когда появилось, было прям очень хорошо. Много машин и займало денег. Это прям то, что нужно было для нашего рынка. И по идее Ford мог бы там у нас как-то что-то дело продавать. Но фактически вот то, что сейчас показали в этих сливах, даже если бы это приехало бы к нам сюда, в Россию, вряд ли бы это пользовалось хоть каким-либо спросом. Даже если бы оно собиралось бы прям тут у нас. Во-первых, седан у нас, тип кузова, уже не самый популярный. Во-вторых, вот это откровенно азиатско-американско. Вот такой продукт, который у нас никогда бы не пользовался спросом. А на этом, в этом выпуске у меня все. Завтра мы для вас записываем новый топа, полный разбор на канал. Мы сами еще не определились, что там. Ну, в нашем мире мы записываем его завтра, а он у вас выйдет. Когда-нибудь там выйдет. Напоминаю, что форма на обзоры. Мы какое-то количество еще в этом году будем снимать. Даты пока что спойлерить не будем. Нахуя вам даты. Просто сидите и ждите. Но с каждым новостным выпуском документалочки становятся немножко ближе. Как и мы в психбольнице. Хорошего вам вечера.